В эфире итоговая информационная программа. Здравствуйте! В студии Алена Куколева о событиях. Эта неделя вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Губернатор потребовал незамедлительно начать ремонт региональных дорог и какова процедура возвращения потраченных денег за пробитое колесо. Как прожить на сумму минимального размера оплаты труда, узнают рязанские журналисты и в брыдном под застройку вырубают березовую рощу. В начале недели Олег Ковалев потребовал незамедлительно начать ремонт региональных дорог. Губернатор подчеркнул, что меры по повышению безопасности движения на автодорогах принимались неоднократно, но выполняются эти решения крайне медленно. На очередном заседании регионального правительства Олег Ковалев уделил особое внимание рязанским дорогам. Одним из наиболее опасных участков с точки зрения тяжести ДТП, по словам губернатора, является участок трассы М5 от границы Московской области до Рязани. Еще 9 февраля этого года состоялось совещание под председательством руководителя Росавтодора Романа Старовойта, по итогам которого был подписан протокол и утверждены меры по повышению безопасности дорожного движения на этом участке. В числе этих мер – установка светофоров на опасных перекрестках федеральных и региональных трасс. Руководство Росавтодора приняло решение об установке тросовых ограждений от границы Московской области до Рязани и по другим участкам, особо опасным участкам, где аварийность может быть высока. Дальше необходимо ускорить фото-видео фиксацию, которую мы заявили на этом совещании на федеральной трассе М5. Но этого мало. Вблизи населенных пунктов, мы говорили, и в населенных пунктах необходимо построить тротуары для того, чтобы пешеходы шли по тротуарам, а не по проезжей части федеральной автодороги. Да, понятно, финансировать федеральную трассу М5 мы не имеем возможности, потому что это федеральный бюджет. И это компетенция федеральных органов власти. Но организовать и активно содействовать, чтобы протокол реализовывался как можно быстрее, это наша задача с вами. Как подчеркнул глава региона, принятые в рамках совещания решения выполняются медленно. Олег Ковалев заявил, что темпы работ его не устраивают. Нет оперативности в работе. Каждый погожий день должен использоваться. Там, где надо вырезать, вырезайте. Там, где надо делать ямочный ремонт, делайте ямочный ремонт. Чего вы ждете? Нет для вас выходных сегодня. И для всех подразделений, с которыми вы работаете, для дорожно-строительных компаний. Нет ни дня, ни ночи, ни выходных. Погода солнечная есть, без дождя. Все работают. Сейчас наиболее проблемные участки городских дорог ремонтируются в усиленном темпе. Кстати, в этом году на борьбу с ямами дорожники выступили с новыми технологиями – устройством для инфракрасного нагрева асфальта. Вы видите использование инфракрасного беспламенного разогревателя швов. Он помогает нам во влажную погоду высушивать основание и прогревать основание. Помогает подготавливать перед укладкой покрытие. Если основание, на которое укладывается покрытие асфальтобетонное, имеет температуру 80 градусов, 60-80 градусов, то сцепление этих двух покрытий и основания очень сильное. И несущая способность многократно повышается. Процесс инфракрасного ремонта позволяет проводить ремонтные работы, не оставляя швов. Это экономит и финансы, и время. Устройство подогревает существующий асфальт на участке ремонта и вокруг него без обжига. Результатами инфракрасной обработки является надежный ремонт, в ходе которого регенерируется существующий асфальт. Учитывая стоимость асфальта и затраты на утилизацию старого полотна, данный вариант становится все более и более привлекательным, альтернативным способом действия. Один такой агрегат стоит около 650 тысяч рублей на сегодняшний день. В арсенале городских служб ремонту дорог имеется три таких аппарата. В дальнейшем планируется закупить еще несколько устройств. Если вы все же попали в яму, несвоевременный ремонт автомобиля стал причиной финансовых потерь. Что делать в таком случае? Некоторые решают судиться. Какова процедура возвращения потраченных денег за пробитые колесо в следующем материале? В Рязани возобновились работы по ямочному ремонту дорог. Связано это с наступлением уже по-настоящему весенней погоды. Дорожным ремонтом занимаются ежедневно около 10 бригад. Администрация сообщает, что работы ведутся как днем, так и ночью. Тем не менее, водители продолжают калечить в ямах свои авто. Александр рассказывает свою историю, которая знакома сотням рязанских водителей. Ехал домой с работы. Вместо 20 минут дорога заняла несколько часов. Возвращался с работы. В районе 11 часов в проезд яблочково ехал. Попал в яму. Два колеса разлетелись, можно так сказать. Резина дорогая была, колеса оригинальные. И как бы наслышан то, что возмещают ущерб. Можно посудиться. Вызвал гаишников. Все там оформили. В очереди часа 4 просидел. Конечно, это очень тяжко, нудно. На ответственных за полутораметровую яму глубиной 22 сантиметра в развитом районе города Александр решил подавать в суд. Сразу после заключения независимой экспертизы. На следующий день сделали экспертизу независимую. Там насчитали порядка 160 тысяч ущерба. Чтобы выяснить, как действовать, когда случаются такие ДТП, связанные с ямами, водитель обратился к автоюристу. Ведь он и понаслышке знает все тонкости асфальтовой войны с юридической точки зрения. Александр обратился по причинению ущерба в результате попадания в яму. Исковое заявление. Цена иск у нас составляет 140 тысяч рублей. Так как у него автомобиль дорогой, BMW. На него запасные части стоят достаточно дорого. Данное исковое заявление было подано у нас в феврале. Ждем заседания. По мнению юриста, ямы куда страшнее, чем кажутся. Потому что могут привести не только к распространенным повреждениям шин и дисков, но и к более серьезным последствиям. Автовладельцы могут попасть на такие неприятности, как повреждение бамперов, повреждение подвески и дорогостоящего рулевого механизма. Также, кроме того, могут быть последствия куда еще хуже, когда автовладелец, пробивая колесо, допустим, выезжает на полосу встречного движения. Стоит ли судиться в любом случае решать автовладельцу? При наличии правильно оформленных документов сотрудниками ГИБДД шансы выиграть дело стопроцентные. Подобные судебные дела обычно длятся от двух месяцев до полугода. За причиненный ущерб в результате попадания в яму в дорожном полотне несут ответственность органы администрации муниципального образования. При подготовке искового заявления в суд для взыскания ущерба потерпевшая сторона должна подготовить независимую экспертизу, обратиться к квалифицированному специалисту. Дальше расходы у нас на госпошлину, расходы на юриста, на доверенность, которые в дальнейшем взыскиваются по решению суда. При составлении документов уже на место происшествия необходимо быть внимательным. Здесь есть свои нюансы. Если вы попали в яму в дорожном полотне, необходимо в первую очередь вызвать сотрудников полиции, которые в дальнейшем должны составить схему места совершения административного правонарушения. В данной схеме проследите за тем, чтобы они указали размер ямы. То есть вот как у нас есть схема, где указана длина ямы, метр ширина, метр двадцать, глубина 17 сантиметров. В мэрии обещают уже к августу в Рязани отремонтировать 20 километров городских дорог. Совет Федерации России на заседании 30 марта досрочно прекратил полномочия сенатора от Рязанской области Николая Булаева. 28 марта он был избран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Первое заседание нового состава Центральной избирательной комиссии состоялось в тот же день. Каждый квартал региональной власти, основываясь на данных Росстата, публикуют сумму прожиточного минимума. Считается, что этой суммы вполне достаточно, чтобы человек жил нормально. В Рязанской области мрот на сегодня составляет 9148 рублей. Действительно ли возможно прожить на эти деньги? На этот вопрос экспериментальным путем решили ответить журналисты газеты «Комсомольская правда». Как проходит эксперимент и как чувствуют себя его участники, узнавала Ирина Ковалева. Для журналиста «Комсомольской правды» Александра Караваева подобные эксперименты не в новинку. Выживал на прожиточный минимум он уже трижды. Правда, как отмечает журналист, предыдущие эксперименты, хотя и проходили не без потерь, но в целом заканчивались удачно. В благополучном исходе опыта этого года он уже начал сомневаться. Итак, по мнению нашего государства, порядка 9 тысяч рублей, которые составляют прожиточный минимум взрослого, трудоспособного человека, должны распределяться следующим образом. Около тысячи на налоги, 2 тысячи рублей на непродовольственные товары, 4 тысячи на питание и чуть более двух на услуги, включая коммунальные. Если питаться на 133 рубля в день у Александра худо-бедно, но получается, то сумма, отведенная на услуги, вызывает у него много вопросов. По услугам получается очень интересно, что если предыдущего эксперимента хватало запасов, то есть мы их проводили и зимой, и летом, то сейчас почему-то наше резидентское правительство насчитало почти 2200 рублей. Вот, что, ну понятно, что зимой, когда у нас отопление занимает 2 трети, 3 четверти от самого платежа, что, знаете, уложиться в этот минимум просто нереально. Да, 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 именно если человек живет один, даже в однокомнатной квартире, даже в Хрущевке. Анастасия Кудряшова, коллега Александра, тоже решила принять участие в этом эксперименте. Правда, для нее это первый опыт. Несмотря на то, что живет Настя в частном доме, отведенную государством денег на коммунальные услуги, ей тоже не хватает. А ведь сюда же должны входить и транспортные расходы. Само собой, частный транспорт исключается, но и на общественный приходится потратить немало. Я посчитала, на маршрутке будут уходить около 800 рублей в месяц, при том, что я живу за городом. Но придется проходить в день довольно большое расстояние пешком, чтобы без пересадок. То есть от автовокзала до редакции придется ходить пешком. Но еще хуже обстоит дело с питанием. Эксперимент Настя начала с активной экономии на продуктах. Иногда отказывалась даже от ужинов и перекусов. Думала, ничем страшным ей это не грозит. Оказалось же, что с питанием подобным образом шутить не стоит. Потом у меня начались головокружения. Потом они стали все сильнее и сильнее. И потом появился такой очень странный симптом. Впервые я его ощутила. Мурашки по коже головы. В общем, как будто волосы шевелятся. Очень странные ощущения. И пришлось идти к врачу, к неврологу. Врач сказала, когда она узнала, что я участвую в таком эксперименте, она сказала, что мне нужно заканчивать с экспериментами. И посоветовала мне сдать кровь. Сказала, что просто питательных сейчас не хватает. После этого Анастасии пришлось пересмотреть свой рацион и добавить в него необходимые каждому человеку продукты, в том числе и фрукты, что значительно увеличило ее траты. В результате сейчас перед девушкой стоит задача прожить оставшиеся 11 дней на 1 тысячу рублей. Более подробно о ходе эксперимента можно узнать в газете «Комсомольская правда». Ну а выводы делайте сами. Кстати, прожиточный минимум, установленный для пенсионеров, еще меньше – чуть более 7 тысяч рублей. Неужели наше государство считает, что на эти деньги действительно реально прожить? В Рыбном под застройку вырубают березовую рощу. Под индивидуальное строительство уже срубили 11 деревьев. В плане вырубить еще 95. Рощу несколько десятилетий назад высаживали сами граждане. И уже сегодня они наблюдают за тем, как их труд уничтожают и отправляют на дрова. Роман Ворецков выяснял подробности. 40 лет назад в городе Рыбное ученики школы номер 3 посадили 106 берез вдоль дороги. Те ученики уже давно выпустились, а березы все стоят и радуют глаз местных жителей. Вернее, радовали до недавнего времени. Участок, на котором располагается березовая аллея, был продан. И хозяин, недолго думая, решил избавиться от насаждений. Все, когда увидели первоначально вырубку этих деревьев, были возмущены. Вырубалось это не в этом году, начали вырубать до аллеи. Но в этом году, в воскресенье, приезжают в воскресенье и начинают рубить уже аллеи. Приходит хозяин и говорит, что я выкупил эту землю. И приносит карту и говорит, а это аллея, я ничего не знаю, она моя. Что хочу, то и делаю. Я вырубаю. Местные жители встали на защиту аллеи. Они обращались и в экологическую службу, и к мэру города Рыбное. Михаил Панфилов, глава местной администрации, обещал жителям разрешить вопрос и предупреждать его о вырубке аллеи. Однако, несмотря на все запреты, вырубка продолжилась. Вчера обратились к мэру. Мэр сказал, приостановить любые вырубки, любые действия по этому участку аллеи, так как она имеет и экологическую роль, и историческую, он приостановит. Но сегодня, после вчерашнего обращения, он сказал, если что-то будет, звоните ко мне, и мы будем останавливать. Мы начали сегодня опять работать. Я узнал, мэр сказал, доложил, приехали сейчас полицейские, опять проверяют документы. Но хозяин опять участка говорит, я не знаю, я купил. И завтра будет продолжать дальше вырубать. 106 деревьев. Что будет на месте Березовой аллеи, пока неизвестно. И местные жители никак не могут смириться с уничтожением экологической и исторической части города. Ведь в этой аллее можно сделать и детскую площадку, и построить дорогу к школе номер 3, ученики которой когда-то сажали эти самые многострадальные березы. Сюжет о вырубке деревьев мой коллега делал во вторник, 29 марта. И уже в среду стало известно, что администрация готова предложить застройщику другой участок земли. К другим темам. 1 апреля начался весенний призыв в армию. Служить отправится около 1300 призывников из Рязанской области. В областном военкомате отметили, что с каждым годом все больше молодых людей призывного возраста стремятся не просто пройти службу, а построить в армии карьеру. Подробнее Марина Комиссарова. Призывникам, как и прежде, будут выдавать памятки с разъяснением общих прав, обязанностей и ответственности военнослужащих. С номерами телефонов доверия военных прокуратур и гарнизонов. Нововведением в этом году стали банковские карты денежного содержания и электронная форма военного билета. На сборном пункте, кроме прочего, с призывниками побеседуют об истории России, вооруженных силах и их боевых традициях. О льготах для граждан, проходящих военную службу. Лучших результатов в организации проведения мероприятия связано с призывом граждан на военную службу. В октябре-декабре 2015 года добились муниципальные образования, такие как Александр Невский район, Кораблинский, Рыбновский, Рязанский. Выражаю благодарность главам районов, председателям призывных комиссий, начальникам отделов и отделений, должностным лицам временного штата сборного пункта области за четкую организацию взаимодействия и высокий профессионализм в организации проведения осенней призывной кампании 2016 года. Несмотря на явные преимущества военной службы, все еще остается некоторый процент мужчин, которые всеми способами уклоняются от призыва. Для них существуют определенные санкции. Также большое влияние оказывает на качество проведения призыва низкая практика реагирования правоохранительных органов на факты уклонения граждан от исполнения воинской обязанности. Эти проблемы приводят к тому, что сотрудниками отдела военного комиссариата, работниками администрации муниципальных образований, членами призывной комиссии, тратится огромное количество времени на выполнение мероприятий, не связанных непосредственно с призывом граждан на военную службу. Положительной тенденцией, по словам военного комиссара области, стало здоровье призывников. Годными к военной службе признали почти 73% призывников, что на 10% выше, чем в 2010 году. В нашу редакцию продолжают поступать звонки рязанцев с жалобами на неудовлетворительное состояние их жилья. Продолжение истории жительницы одной из квартир дома в сердце города на улице Кольцова, о которой мы уже показывали сюжет, расскажет моя коллега Оксана Тебенихина. Сюжет о жизни Марины Дороговой в этой квартире выходил в эфир еще в начале марта. Женщина вынуждена проживать в вечной плесени, практически без воды, в подвальном помещении. Муниципальную квартиру приватизировать по закону нельзя, ведь в нашей стране цокольные этажи жилыми быть не могут. А переселять Марину никто не собирается. О ее беде мы рассказывали ранее более подробно. Но хозяйка квартиры вновь обратилась к нам за помощью, а проблема заключается в следующем. Котел, установленный на ее кухне и обогревающий две квартиры, перестал подавать признаки жизни. В середину марта отопление пропало. После 10 дней скитаний по инстанциям, проживая при этом в неотапливаемой квартире, котел таки заменили на более современный. Только вот по словам специалистов, оказался он неприспособленным к таким вот условиям. Вытяжка обвалилась и засорилась до такой степени, что включать котел категорически нельзя. Ну все, котел, естественно, признан непригодным и опасным. Эксплуатация, естественно, его пора демонтировать. Все это было сделано. Вот поставили новый котел. Но дело в том, что у меня вытяжка завалена. И приходил специалист вчера, который смотрел. И, в общем-то, я не знаю, какое будет данное заключение, потому что, в принципе, как им пользоваться, как что будет, я не знаю. Потому что вытяжка завалена. Это, конечно, должны решать специалисты, которые занимаются такими вещами. До этого котел ни разу не менялся? Нет, конечно, нет. То есть он стоял? Да, он с 1971 года. С 1971 года как был поставлен, так вот он и стоял. Но практически последние, уже на лет, более 10 лет, он, конечно, еле-еле, потому что, ну что говорить, всему свой срок, как говорится. Из-за отсутствия отопления плесень на стенах активизировалась с новой силой. Обои, которые и так держались на честном слове, в один прекрасный момент отвалились сами по себе. И, по всей видимости, в лето жильцам двух квартир придется уходить без рабочего котла. И отремонтируют ли вытяжку за сезон – большой-большой вопрос. Маневренный фонд, естественно, нам никто не предложил. В общем, решайте сами, как хотите. И теперь вы живете тут? Теперь мы живем вот так вот. Сезон охоты на кабанов завершился еще в феврале, но проблемы, связанные с серьезным заболеванием, которое поражает диких животных, остаются. Африканская чума свиней впервые была выявлена в России в 2007 году. Этот вирус добрался и до Рязанской области в августе прошлого года. Чтобы животные меньше могли контактировать друг с другом, передавать вирус, ведется целенаправленное снижение их численности. Ежегодно Министерством природы Рязанской области совместно с охотопользователями проводится учет кабанов. Последние цифры были подтверждены на днях. Учли где-то порядка двух тысяч кабанов на территории области. Ну, для сравнения, если сказать, в том году было учтено три тысячи голов. Ну, а скажем, приведем, если статистику, в 2011 год мы учитывали восемь с половиной тысяч кабанов. Каждый год Министерством природы России утверждаются нормативные документы, в которых указано, какое количество кабанов может подлежать отстрелу. Следующий сезон охоты на этих животных будет открыт с 1 июня и продлится до 28 февраля. За это время охотники могут отстрелять 80% кабанов, чтобы разрядить их численность. Тем самым тормозя развитие африканской чумы свиней. Ведь чем меньше кабанов в регионе, тем меньше они сообщаются между собой. И таким образом уменьшается риск их заражения. Заболевание передается через корм, при личных встречах животных, через землю, с помощью птиц, других животных и людей. Заболевание чем страшно? Во-первых, нет вакцины, не разработанных в мире. Подвержены этому заболеванию домашние свиньи, дикие кабаны и человек. Так что сразу успокоить, что человек не болеет этим заболеванием. Даже если мясо съест зараженного животного, человек не болеет. Однако это не значит, что такое мясо можно есть. Охотники, подстрелившие кабана, по всем правилам обязаны сдать его в ветеринарную лабораторию на исследование. На трахинеллез и чуму свиней. И не использовать мясо в пищу, пока не получат результаты анализов. Если заболевания подтвердятся, тогда кабан просто не будет выдан охотникам, а пройдет в утилизацию. Ведь если они заберут его с собой и перевезут в другой район, там за счет отходов от кабана или по другим причинам может появиться новый очаг заболевания. Это касается и браконьеров. Они в принципе не соблюдают никаких правил охоты. Причем не только по эксплуатации убитых животных, а, например, использовании механических и транспортных средств при остреле животных. Это считается уголовным преступлением. В любом случае, возвращаясь к проблеме заболевания кабанов, можно отметить и положительный момент. Многие регионы страны уже прошли через это, мы не первые. По примеру, Тульской, Тверской и Калужской областей, где вирус прошел свой пик три года назад, только сейчас начались разговоры о восстановлении популяции. Так что через несколько лет и в Рязани, скорее всего, кабаны тоже вновь будут набирать численность. Опыт по этому вопросу в регионе есть и достаточно хороший. О силе веры и о том, что чудеса бывают, наш следующий материал. После того, как в обычной семье из села Новоселки Рязанского района заболела мать, ее дети и супруг дали обед построить в селе церковь. Они продали имеющуюся недвижимость, организовали сбор средств на строительство среди насельчан и в 2007 году приступили к возведению храма. Уже через некоторое время, к удивлению врачей, женщина выздоровела. Подробнее Марина Комиссарова. Этот новый храм в Новоселках Рязанского района – единственный в области храм, посвященный покровителю Рязанской земли, святителю Василию Рязанскому. Строился он в течение восьми лет силами одной рязанской семьи. Сколько человек нужно, чтобы построить храм? Как доказали супруги Крючковы, достаточно двоих – верующих, искренне увлеченных и желающих совершить богоугодное дело. Началось это очень давно, когда мы жили на севере, и мы православные у нас в семье, и священник был, и мы православные с мужем люди. И мы мечтали, когда жили на севере, мечтали построить дом, построить храм, ну, сад, все посадить. И все это вот с Божьей помощью осуществляется, уже осуществилось. Слава Богу! Конечно, когда мы жили на севере, там я и в аварии попадала, вертолет падал, но осталась жива. Вот так случилось, что Господь, наверное, вел меня вот таким путем, чтобы построить храм. Ну, и вот когда мы уже приехали сюда, я попала в больницу, была сложная операция. Врач, когда пришла, говорит, я еще за свою жизнь столько времени не оперировала. Я ей говорю, спасибо вам. Она говорит, вы верующий человек, да, верующий. Это Бога благодарите, это Он вас спас. Ну, потом я уже детям говорю, что настало время Господа отблагодарить за все. На Воселках никогда не было храма. Тамара Тимофеевна, когда решение внутри семьи уже было принято, отправилась к митрополиту за благословением. Митрополит Павел тогда предупредил женщину о трудностях, с которыми она может столкнуться. Дело нелегкое – построить храм. Труд, финансовые вопросы, духовные искушения – все это Тамара Тимофеевна и ее супруга осознали и взялись за дело. Восемь лет, в течение которых было много всего. Не раз думали с мужем – все, сил больше нет. Не видели, куда и как идти дальше. Но сам Бог, по словам Тамары Тимофеевны, помогал. Подкидывал ответы на все вопросы. Помощь приходила иногда оттуда, откуда совсем не ждали. Почему Василий Рязанский? У нас был в 2005 году благочинный отец Владимир Братищев. Замечательный батюшка. И мы думали, думали, и он говорит, Тамара Тимофеевна, ведь Василий Рязанский – покровитель всей Рязани, всей области, и нигде нет ему храма. И мы решили его так построить. Но знаете, какой он помощник. Сколько было слез пролито, и я так думаю, это не мы построили храм, это Василий Рязанский. Господь Бог помогал. Тамара Тимофеевна сама не одно десятилетие проработала инженером и хорошо понимала специфику строительства. Но помогала все эти годы семья, люди и предприятия, кто деньгами, кто делом. Строительство началось в сентябре 2007 года. За 8 лет трудами супругов и их детей храм из мечты превратился в реальность. 5 сентября минувшего года митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин совершил освящение храма в честь Василия, первого епископа Рязанского. Тамаре Тимофеевне вручили медаль Святой Блаженной Любови Рязанской второй степени. Сейчас храм издалека радует глаз, а супруги говорят, что их главный помощник и вдохновитель – Господь. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.tv. Мы прощаемся с вами до понедельника и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok